Ну что, всем привет! Привет! Да, гадки не рассказать! Ну что, всем привет! Привет! С вами Те Самые из Брянска, и вот так начинаются наши новогодние каникулы. Поехали! Лайки, подписки мы приветствуем. Комментарии пишите, как отпраздновали Новый год. А мы пойдем праздновать. Ну что, еще раз всем привет! Привет! Вот уже и февраль, и закончились новогодние праздники. А это значит, что мы подготовили свой новогодний выпуск. Надеемся, что все загаданные желания сбудутся, и у всех все будет хорошо. Как всегда, к Новому году готовились заранее. Настя напаковала подарки. А Миша приготовил интересные штуки для нашего выступления. Как только начались выходные, мы отправились в деревню. В путь мы отправились поздно вечером и ехали всю ночь. Скоро пять, и вот мы перекусили на заправке, заправились, и уже почти готовы ехать. Язык заплетается. В общем, ехали всю ночь, пока сложновато. Самую приятную часть дороги проехали. Красивая платная дорога закончилась. Переходим на обычные трассы. Удовольствия мало, конечно, от такой поездки. Мы очень устали. Единственный плюс это то, что когда мы приехали, было светло. Это да. Как обычно, мы записываем свое видео на подъезде к дому. 16 часов были достаточно сложные, потому что ехали всю ночь. Но сейчас вот подъезжаем уже к дому. Снега практически нету. За окном плюс три. О приезде нашем никто не знает. Едем сюрпризами. Ну, конечно, все будут догадываться, но так рано нас точно не будут ждать. У нас, как обычно, полная загрузка. Сейчас будем выгружаться. Ожидал? Здравствуйте. Мы предсказуемые, да? Здравствуйте. Наступай еще. Ничего себе у вас тут. Снега у вас тут достаточно. А что вы, ждали нас? Нет. Завтра. Что, папа сказал, что сегодня ждал нас уже. Помимо родителей, нас дома еще ждала сосна, которую нужно было нарядить. Я уже, наверное, лет 10 не наряжал елку. Это прямо было чувство из детства. Так, в общем, у нас есть сосна. Благодаря родителям, особенно папе и маме. И сейчас всем дружным коллективом мы будем ее наряжать. Спасибо. 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 А на утро, как обычно, отправился чистить снег. Всем привет. Первый день пребывания в деревне. Появилось солнце. Сейчас будем расчищать снег. Сейчас родители засуетил, чтобы повесили гирлянду на улицу. Сейчас мы устроим здесь настоящий праздник. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. До нашего приезда выпало большое количество снега. Он даже сломал теплицу. А мы с мамой дома продумывали новогоднее меню и начали делать заготовки. Хотела бы, конечно, похвалить вашу креативную команду за такой подход к изготовлению блюд. Каждый год они нас удивляют. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 За час до Нового года мы показывали наше представление. Приходил Дед Мороз и Снегурочка. 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 Ну, здравствуйте, дорогие. Вот и год прошел. Ну, привет, деда. Мы снова вместе. Пол двенадцатого, да? Да, да, да. Снегурочка задерживается. Далеко идет, с Костромы, наверное, да? Да, да, где-то она там заблудилась. В прошлом году, помните, мы с Симой разобрались? А это Кощей ее нагнал на нас. А в этом году у него новая затея. Землей хочет завладеть. Да вечно ей править. Что нам надо сделать? Да вот надо что-то придумать. Как бы со Снегурочкой чего не произошло. Посох волшебный. Всем, всем, всем. Снегурочка украла мой сундук. Не, не, не найти ее. Ого, а где Снегурочка? Снегурочка! Ой, еле затащила. Ого! Здравствуйте, дорогие! Здравствуй, дедушка! Здравствуй, внучка! Это что за сундук? Не Кощей или? Да, вышла я из Костромских земель, А мне бельчата говорят, Что меня Кощей ищет. И рассказали мне про его планы. Он, значит, на меня волков нагнал. Волки за мной бегут. А меня бельчата вывели к берегу реки. А там стоит дуб большой. По дубам я этот сундук нашла. Пока водяной спал, я его стащила. Нам принесла. Так, так, так. Давайте смотреть, что здесь. Так как мы уже с Кощеем давно на земле-то живем. Но задумал неладное, надо с ним разобраться. Дедушка, у тебя в пузах какой-то волшебный. Вам никогда не открыть сундук мой. Никогда загадки не разгадать. Ох, Кощея. Это мы еще посмотрим. Разгадаем. Нас тут много. Поможете, дорогие? Конечно. Так, но на самом деле, мы все же знаем, где смерть Кощея. В сказке. Где она? В игле. В этом самом. В Вице. В утке, утка там. Там игла. Ага. Иглу разломал, все. И Кощей должен помереть. Все ясно. Но на самом деле, на конце иглы не смерть его, а бессмертие. И когда мы иглу сломаем, он станет смертным. И больше уже никому не навредит. Так что сундук у нас есть. Мальчик Алексей. Да. Помоги нам. Нам надо его раскрыть. Что ты нашел? Что там? Давай посмотрим. Какой-то конверт. Ух ты. Ну-ка, разверни. Разверни. Сейчас, подожди. Нажми клавишу. Опа. Ничего себе. Что там пишет? Чтобы нам отгадать шифр, шифр состоит из двух частей. Нужно ввести общее значение. Есть две загадки. Итак, первая. Белая пушистая в воздухе летает, а земли коснется тут же и растает. Снизу. Так, запоминаем. Потом будем вводить. Следующая загадка. В полночь под куранта в бой он приходит в дом любой. Новый год. Так. Какой будет год? Дракон. Ну, здесь комбинация. Двадцать четыре. Вводи. Так, что у нас? Звездочка. Да. Вводи. Звездочка. Двадцать четыре. Руку только потом убери. Двадцать. Двадцать четыре. Верно. Ух ты. Так. Дальше достаем, да? Да. Заяц. Нужно заяцу показать то, что он давно не видел. Что же это? Есть загадка. Всех на свете я сильнее, всех на свете я смелее. Никого я не боюсь, никому не покорюсь. На это можно смотреть вечно. Подсказка. Огонь. Так точно. Правильно. Огонь. Так, нужно заяцу показать огонь. Так, по карманчикам посмотрим. Так, показывать? Да, да, да. Подноси к нему. К черношечке. Вот. Все. Ох, я испугалась. Давай дальше смотреть, что там дальше. Ух ты. Так, вот, конверт найден. Давай еще разок. Смотрим дальше. Нужно дать утке, что она давно хотела. Поесть? С загадком. Очень добродушная, я мягкая, послушная. Но когда я захочу, даже камень источу. Вода. Правильно. Ура, давайте воду. Оп. Так, так, так. Мало еще, мало удочки. О, сработало. Нам нужно сейчас выполнить задание. Поздравьте ту, которая помогла вам, чему прогнать в прошлом году. Алиса, поздравляем тебя с Новым Годом. Большое спасибо. Наверняка Дед Мороз уже приготовил для вас подарок. Так. Сейчас, сейчас. Ух ты. Слышь ты. Твою ж налево. Смотри дальше. Да, вообще. Ура. О, магия, Дед Мороз, магия. Что вы сделали со мной? Я теперь человеком становлюсь и понимаю, что зло творил. Простите меня. Прощаем, Кащей? Прощаем. Мы молодцы. Ну все, пошлите год провожать тогда. Пойдем. Кащей прощен. Ну все, все к столу. А после курантов мы отправились запускать фонтаны и всячески провожать год, чтобы он быстрее ушел со своими заботами, хлопотами и уже пришел новый, чтобы исполнял наши быстрее желания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая приятная часть новогодней ночи, это, конечно же, дарить и получать подарки. Мы всей большой семьей собрались у сосны, там стояло очень много подарков, и начали проверять немного экстрасенсорные способности. Раз, два, три, ёлочка, гори! Нужно сейчас сказать первое слово Алиса. Алиса, раз, два, три, ёлочка, гори! Ура! Ну что, все, кто вел себя хорошо в этом году, принимайте подарки. Так, подождите, подождите, давайте, поводи рукой, скажи, что там. Человек не связано? Да не, не связано никак. С дудом, кто связан? Да, да. И с автомобилем. Да. Три тирана, если не обладают, и потом забираем. Подогрев. До следующего года. Под фокусом что ли? Да, да. Под фокусом. Нет, ну давай, давай. С Новым годом! Хотела бы мне и на машину положить. Всем всем, большое спасибо! Мама, Света, с Новым годом! Спасибо. Спасибо. С чем связано? С чем связано? С чем связано? С чем связано? Я даже говорила, что мы это подарим. Это блэнк? Да. Да. Мы у вас, когда последний раз были в гостях, сказали, что вот здесь прям не хватает его. А, кто-то! Так точно! С Новым годом! Спасибо. И что это там? Ну-ка, давай, открывай. Ну, я даже, я не угадаю. Подожди, подожди, смотри. Давай. Момент какой. Вы мне скидывали видео. Там это присутствовало. Я сразу такой, ну как-то вообще. Как-то не камильфон. Подожди. Вот, 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 да. Открывай. Я потому что смотрю, а вы пьете из пластиковых этих стаканов. Термокружки, которые держат тепло. Ну, они без подогрева, они обычные. Они просто долго держат. С Новым годом! Ух, это что-то самое красивое! Ну, здесь бесполезное... Ну, в смысле бесполезное? Очень даже полезное. Нет, в смысле, нет, бесполезно что-то либо угадывать. Да, это не угадаешь точно. А на следующий день пошла метель. Заметала все кругом. И температура начала опускаться. Ну, вот, вот так вот. Снова. 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 Субтитры делал DimaTorzok Конечно, ждут, кто бы отказался от хлеба до сала. Субтитры делал DimaTorzok На следующий день уже был мороз и солнце. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вчера была метель, выпал снег, сейчас откапывается вся деревня, и мы будем тоже этим же и заниматься. Будем чистить снег. Настя, скажи про мороз. Мороз, 19 градусов, нормально так кусают щечки. Мы уже чуть-чуть прошлись, прогулялись, и мороз прям такой хорошенький. Снег хрустит, солнце светит, все как мы любим. Да, отличная погода. Пойдем работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чтобы растрясти новогодние салаты и подышать морозным воздухом, мы отправились в пешее путешествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы упросили папу пойти прогуляться. Дойдем сейчас по снежной целине до Жоровева. А ты давно ходил вообще? Я пешком вообще не хожу, ты знаешь. Сейчас пройдем утрое, мы дорога. Настя, ты еще не устала? Нет. Тренировку включила? Нет. Сама включится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пару лет, наверное, и все больше, больше их тоже жить не будет. Пару лет ночью, и Пантелей протянет сколько? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живет? Ага. Два человека. Домов много. Один живет там, а бабка тут. С разных сторон живут. Смотрят, чтобы волки не зашли. Зашли в деревню, никого нету. Вода есть, людей нету. А за водой ходили, вот последний дом, и там уже отсюда идется километр. Униз туда, представляешь, сколько это идти надо. Проверка воды. И свет горит. Я из гнездо сделал, видишь? И у нас еще была такая цель посетить место пожара в соседней деревне. Вот наша цель. Странно. Посмотри, металл не забрали. Мы не успели. Это когда было, это снег был. Как раз выкидываешь такой, видишь? Вот так пересниму. Еще посниму. Субтитры сделал DimaTorzok Гулять по такому снегу, конечно, так себе удовольствие. Ходить тяжело. Ну что, последние метры. Устали, товарищи? Устали, дедушка Мороз? Сейчас 53,4,5 километра. И в один из вечеров мы отправились в кино. Приехали в почек. Культурная программа. Пойдем на бременские музыканты. Тут, конечно, не мой месяц сегодня вообще. Вид руган такой. Помашитесь чуть-чуть нам. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, 4 взрослых есть на бременские музыканты? Спасибо. До свидания. Родителям кино, конечно, так себе понравилось. Но время провели хорошо. Так что, правда не понравилось? Мне нет. Света тоже, даже концовка? Только концовка. Прочитала в ютубе, не знаю, говорила я тебе, не шли нет, один пишет. Ну ему там тоже, я, или 62 года. Он, говорит, смотрел вот там чфуравшку какие-то. Современные вот эти, не то сказки, не то, да, были. Он и говорит, я думаю, ну все, я, наверное, старый, ничего я не понимаю. Посмотрел советскую морозку. Мне очень понравилось, думаю, наверное, я еще и не старый. И уже 7 числа, рано по утру, мы отправились назад в Питер. Ну что, у нас такое вот красивое утро. Мы едем в Питер. Закончились наши новогодние праздники. Перекусили сейчас на заправке. На улице минус 25. Да, мы без шапки. Сейчас быстро прыгаем в машину и отправляемся. Так и прошли наши новогодние выходные. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. И на группу ВКонтакте подписывайтесь. Там много интересных фото и видео. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...